Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен очень актуальной и такой острой и интересной теме, а именно педагогические и методические условия развития одаренности в период детства. Сегодня мы с вами начнем только погружение в эту тему, поскольку планируется в конце мая продолжение разговора о детской одаренности и сегодня, уважаемые коллеги, мы будем говорить о том, что такое одаренность и как она соотносится с гениальностью, какие виды одаренности существуют и какие методики существуют. Я порекомендую вам интересную литературу и я очень надеюсь, что наш с вами мульти-лог будет содержательным и продуктивным. Итак, начинаем. Что такое одаренность? Сначала мне хотелось бы остановиться на самом термине. Что означает одаренность, как она трактуется, как она понимается в лингвистической, психологической, методической литературе, какие существуют интерпретации этого термина. Если мы с вами обратимся к новому словарю методических терминов и понятий, то именно там найдем следующее определение. Мы видим, что слово является многозначным. Во-первых, это уникальное сочетание способностей, обеспечивающие успешную деятельность. Вот это важно. Ключевые моменты я подчеркнула. Это некая талантливость. То есть здесь мы видим синонимический такой подход одаренность и талантливость. И второе значение – это умственный потенциал, целостная индивидуальная характеристика, познавательных возможностей и способностей к учению. То есть вот такая интерпретация, вот такой подход мы находим в словаре методических терминов и понятий. Если мы с вами обратимся к сугубо лингвистической интерпретации, а именно к толковому словарю русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова, то мы найдем следующее определение. Одаренность – это есть талантливость, даровитость, та или иная ее степень. И если мы обратимся к словарю синонимов русского языка, уважаемые коллеги, то мы увидим, какие же синонимы к слову одаренность предлагаются. И здесь мы находим гениальность, даровитость, дарование, сверходаренность, талантливость. То есть мы видим, что синонимический ряд, он вот такой вот, да, достаточно насыщенный, но синонимы – это прежде всего слова, которые отличаются оттенками значения. Если мы обратимся к психологической науке, то под одаренностью здесь понимается системное и развивающееся на протяжении всей жизни качество психики человека, который определяет возможность достижения им более высоких, неординарных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Обратите внимание, уважаемые коллеги, что в психологической науке под одаренностью мы понимаем именно системное и развивающееся на протяжении всей жизни качество психики человека. То есть это говорит о том, что одаренность может проявиться в любом возрасте. Далее. Еще нужно сказать, что в психологической науке существует очень много разных подходов, определений. Но вот сейчас я вам их продемонстрирую, и вы увидите, что так или иначе они перекликаются между собой. То есть есть такие точки соприкосновения. Ну вот, например, одаренность – это качество, своеобразное сочетание способностей. То есть мы везде видим именно способности, обеспечивающие успешное выполнение какой-либо деятельности. То есть ключевые слова – это способность, это проявление в какой-нибудь деятельности. Далее. Одаренность – это общие способности, обусловливающие широту возможностей человека, условия и своеобразие его деятельности. То есть здесь мы видим способности, возможности и деятельность. Некий иной ракурс, но он опять-таки пересекается с первым определением. Далее. Одаренность – это умственный потенциал или интеллект. Это целостная характеристика индивидуальных познавательных возможностей и способностей к учению. То есть здесь подчеркивается прежде всего одаренность, связанная с интеллектуальной деятельностью. Хотя одаренность, мы с вами дальше узнаем, она бывает в разных абсолютно сферах. Одаренность – это талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений и деятельности. То есть так или иначе, да, определений много, но они созвучны. Они созвучны и взаимодополняют друг друга. Вопрос о детской одаренности, конечно же, вызывает интерес как у отечественных, психологов, педагогов, лингвистов, ученых, да, разных областей. Например, можно здесь назвать такие фамилии, как Атласова, Васильченко, Леднев, Савенков и многих других. Мы еще будем к этому обращаться. Я вам рекомендую сегодня литературу дополнительную, да, интересные книги. Так и, конечно же, зарубежных ученых. Например, здесь можно назвать имена Антхауэра, Блума, Равена, Торренса и многих других ученых. То есть книг очень много, подходов очень много, методик очень много. И сегодня мы постараемся тоже их дифференцировать. И на некоторых из них, уважаемые коллеги, остановимся. Сегодня наш вебинар, он больше такого теоретического плана. Вот. И, например, да, какие книги можно почитать, изучить вот на эту тему. Например, Елена Николаева, да, видите, автор этой книги «Воспитать одаренного ребенка». Как? Или, как я уже называла, Савенков, известная его работа, у него очень много работ. Ну, например, «Психология детской одаренности». Или, пожалуйста, книга Пашнева «Психодиагностика уровня интеллектуального творчества, одаренности детей». Очень интересная такая познавательная книга, она, я бы сказала, такая научно-популярная, да, такой научно-популярной направленности, автором которой является Франц Монкс и Ирэн и Эпенбург «Одаренные дети». С ними можно познакомиться, они в открытом доступе. И я, в общем-то, думаю, что вы к ним обратитесь, уважаемые коллеги. И, исходя из того, что вот мы уже сказали, да, обобщая интерпретацию одаренности в толковых словарях, в психологической науке, в педагогической науке, можно вот таким образом это отразить, да, на мой взгляд, одаренность. То есть одаренные дети обладают феноменальной памятью. Они обладают и проявляют определенные выдающиеся достижения в различных, да, в различных областях. Высокий уровень развития общих и специальных способностей. Это умение задавать незаурядные вопросы, классифицировать информацию. Это раннее развитие речи и, конечно же, абстрактного мышления. То есть раннее развитие речи и абстрактного мышления. Спасибо. Так, и еще одна позиция, один взгляд, уважаемые коллеги, на эту проблему. Определение психологов Америки. Как они подходят к одаренности, как они это определяют. Способные, одаренные дети. Это дети, которые делают немного раньше, немного лучше, немного быстрее и немного не так, как большинство детей. То есть здесь вот такой подход, такое определение. Это как бы некий синтез, да, вот таких взглядов. И вот здесь очень важна формула. Формула моделирования положительных эмоций. То есть одаренность, она может проявиться достаточно рано. И здесь вот работает такая формула. То есть это удивление, интерес и радость. Радость от того, что ты что-то новое открываешь, что-то двигаешься к чему-то. И вот эта радость, она каждый день должна увеличиваться. Если этого не происходит, то возникают определенные проблемы, возникают определенные трудности у такого ребенка. Потому что одаренные дети, это особые дети, которые требуют к себе особого подхода, такого трепетного отношения, как со стороны родителей, так со стороны окружающей среды. И, конечно же, педагога. Здесь огромная роль, важная роль педагога в развитии таких детей, в помощи таким детям, да, в стимулировании таких детей. Потому что очень важно одаренному ребенку попасть к хорошему педагогу, который сможет дальше помогать ему, да, и развивать его. Поэтому вот эта формула моделирования положительных эмоций, она является ключевой. Обратите на нее внимание, то есть удивление, интерес и, конечно же, радость. Радость от открытия, от того, что ты делаешь, от этой деятельности, которую ты производишь. Как мы с вами увидели, одаренность в некотором смысле соотносится с гениальностью, да, то есть как бы это синонимические такие понятия по данным лингвистических словарей. Вот что же такое гениальность, как определяют ее в психологии в том числе? Гениальность – это творческие способности ума и интеллекта человеческой души. Гениальность – это наивысшая степень проявления творческих сил человека, именно наивысшая степень проявления творческих сил человека. Гений обладает уникальным умом и способностями создавать качественно новые, неповторяемые творения, открывать ранее неизведанные пути творчества. И особенностью гения является способность, мы везде видим с вами слово способность, к титаническому труду, я это выделила, то есть это признаки гениальности, способность к титаническому труду, максимальная самобилизация, исключительная целеустремленность в достижении совершенства при решении поставленных задач. Это ключевые признаки гения, гениальности. И очень интересны в этом смысле наблюдения русского физиолога, врача Ивана Петровича Павлова. Иван Петрович Павлов в своей автобиографии пишет, что в духовной семинарии, где он учился, круглые пятерки не считались завидным достижением. Это было обычным явлением. Но если семинарист блестяще шел по одному-двум предметам и плохо успевал по остальным, это заставляло обращать на него внимание. Не талант ли это? Ибо, заключает Иван Петрович Павлов, одна из особенностей творческой личности – это огромное трудолюбие в той области, которая его интересует. То есть именно в той области, которая его интересует. Вот эти факты подтверждают предыдущий наш тезис. И если мы с вами вспомним биографии известных гениев, то мы будем, в общем-то, наверное, вспоминается вам не одна биография такая, что они увлекались именно каким-то одним или двумя предметами, а каким-то вообще были у них неудовлетворительные оценки. Вот это закономерность. Ну и, конечно же, мы вспоминаем гениев, одаренных людей, одаренных людей из своей эпохи. Это Архимед, это Сократ, Аристотель, Миклянджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Декарт, Шекспир, Лютон, Моцарт, Пушкин, Пастер, Чайкурский, Лев Толстой, Эдисон и многие другие. Мы можем назвать Сергея Есенина, который уже первые свои стихи написал в 5 лет, Анну Ахматову, которая уже в 11 лет серьезные вещи писала, и выходили у нее сборники стихотворений. Поэтому этот список можно продолжать, как зарубежные, так и отечественные. Отечественные, да, гении, в общем-то, они были и есть и будут во всей эпохе. Что же такое гениальность? Этот вопрос задается многими учеными, он волнует многих ученых. Что это такое? Это озарение свыше, это дар, божественный дар. Влияет ли наследственность на гениальность? То есть очень много вопросов здесь возникает. Вот эта загадка гениальности, она до сих пор очень актуальна и волнует умы многих ученых. Так, 19-20 век, да, здесь много исследований этого феномена. И эти исследования ведутся и физиологами, и биологами, и психиатрами, психологами, социологами, философами, психогенетиками. И трактовки разные, подходы абсолютно разные. Ну вот давайте посмотрим на некоторые из них, и чтобы у нас сложилось такое вот целостное представление. Все-таки какова же природа гениальности? Ну вот, например, интересные факты, и в книгах тоже можно о них почитать. Например, Вольфган Амадей Мостр, да, в 4 года он уже виртуозно играл на фортепиано, а в 5 написал свои первые небольшие музыкальные пьесы. И в возрасте 8 лет, когда обычные дети еще не отличают контрабас от виолончели, а некоторые, в общем-то, на протяжении всей своей жизни это не могут сделать, да, Моцарт уже закончил написание своей первой симфонии. Коллеги, вот я здесь вижу вопросы, да, появляются. Если позволите, я в конце вебинара обязательно к ним обращусь и отвечу на ваши вопросы. Спасибо. И далее, несколько фактов. Давайте посмотрим, да, вот такие вот моменты, связанные именно с научной трактовкой гениальности, как к этому подходили и подходят ученые. Известный русский философ и психолог Николай Лоский, вы видите годы жизни его, да, книги ученые о перевоплощениях пишут, что каждый из нас получает свои свойства не от своих родителей, а от самого себя, именно из своих предыдущих жизней. То есть есть вот такая вот гипотеза, да, которую он тоже развивает, ну, все это имеет право быть, безусловно. Или вот, например, австрийский антрополог Фрэнсис Гальтон, опять же, видите, да, годы его жизни в работе наследственность таланта, то есть само название работы, да, уже определяет вот этот ракурс его мысли, отмечал, что гениальность представляет комбинацию трех черт, обратите внимание, интеллекта, рвения и трудолюбия. То есть вот эта вот триада, она повторяется, да, что в трактовках одаренности, что в трактовках гениальности, вот эти пересечения, то есть это интеллект, это рвение и трудолюбие. Вот эти, скажем так, аспекты, ключевые аспекты, ключевые моменты, на которых зиждется именно вот природа гениальности. При этом генетически наследуемый фактором является не гениальность, а талант, полагает Фрэнсис Гальтон. Одним из талантов, наиболее четко обнаруживающий генетический детерминизм, является способность к живописи и музыке. То есть вот эта способность к живописи и музыке, она связана с наследственностью, безусловно, то есть это вот уже доказывается. А поэтический талант наследуется гораздо реже. Сейчас вот современные исследователи, небольшую ремарочку, да, здесь добавлю, уже говорят о том, что одаренность в области спорта, именно спортивная одаренность, она тоже доказана и она передается по наследству. То есть это определенное такое строение мышц, в том числе и сердечных мышц, которые также передаются по наследству. То есть именно спортивные достижения, спортивная одаренность, она наследуемая. Такие высказывания тоже есть. Так вот дальше, в продолжение мыслей Гальтона. В своих исследованиях ученые приходят к выводу о необходимости генетического отбора наиболее приспособленных, талантливых и одаренных. Составляя генеалогические деревья различных родов, он показал, что таланты передаются из поколения в поколение. Имеют тенденцию, обратите внимание, к равномерному повышению и достигая определенного предела, идут на спад и угасают. По мнению Гальтона, человеческий род может быть улучшен аналогично тому, как выводится порода лошадей и собак. Предложенная им наука получила название эвгеника и до сих пор научно она не опровергнута. То есть у него такая теория, ее тоже можно почитать, познакомиться. И вот обратите внимание, что да, передаются из поколения в поколение, но есть тенденция к равномерному повышению и достигает, когда определенного предела это, то тогда все идет на спад и угасает. То есть вот такая вот интересная тенденция. Но если мы с вами даже вот обратимся, допустим, элементарно к биографиям великих поэтов и писателей 19 века, особенно 19 века, 18, 20 века, даже прусских писателей, то мы увидим, например, в каких семьях в основном они воспитывались, да и росли, образованнейшие семьи, многие матери, которые воспитывали этих будущих поэтов и писателей, знали до 14 языков. То есть это была норма, и сам ребенок знал 4-5 языков, которым обучала его именно мама. То есть это было нормой, знание большого количества языков, начитанность, вот такое вот развитие в различных областях абсолютно, и в спорте, и в интеллектуальных занятиях, и в чтении, и в познании языков. Поэтому здесь нам, наверное, стоит задуматься, что мы, может быть, теряем в 21 веке и почему. То есть вопросы вот такие возникают, они должны у нас возникать. Далее. Следующий ученый, на работах которого мне хотелось бы остановиться, это Владимир Павлович Эфреймсон. У него есть уникальный труд – генетика гениальности. Она показывает генетическую предосположенность гениальности. Он выделяет потенциально, такие вот, как бы, три категории гениальности, три категории гениальных людей. Это потенциальный гений, развившийся гений и реализовавшийся гений, что тоже немаловажно, потому что существуют определенные проблемы, да, и социальная адаптация, и восприятие общества, обществом гения или одаренного ребенка и человека, и то, в какой среде он родился, и в каком учебном заведении он оказался. То есть все эти факторы, они так или иначе влияют на судьбу одаренного человека. С точки зрения генетики, частота появления популяции потенциальных гений, считает Владимир Павлович, должна быть постоянной, вне зависимости от государства, нации и других параметров. То есть один гений на сто тысяч. Вот такую формулу он выводит. Один гений на сто тысяч. То есть вот такая закономерность наблюдается, по мнению ученого. И Владимир Павлович писал, здесь вот вы видите его книги, можно с ними тоже познакомиться, изучение биографии и фотографии гениев всех времен и народов приводит к неумолимому выводу. Гениями рождаются. Ну, эта фраза, она известная, да, то есть говорят, ораторами становятся, а гениями рождаются, да. Так вот, развитие гений – это проблема биосоциальная, по мнению ученого, а реализация гений – это проблема социобиологическая. Количество реализовавшихся гениев невелико из-за потерь за счет неблагоприятной социальной среды, семья, образования и воспитания, социальные барьеры. То есть, посмотрите, одаренные дети и одаренные люди, они требуют повышенного внимания к себе, безусловно, и мы тоже должны говорить о создании тех условий, которые для них необходимы, для их развития. Это очень такая тонкая тема, важная тема, и, наверное, общество, может быть, не всегда готово к решению вопросов, связанных с этой темой. Вот, и здесь очень велика роль педагога. Дальше мы тоже будем об этом говорить. Виды одаренности, да, несколько слов я хотела бы тоже об этом сказать, вот обобщив вот такой вот схеме. В практической деятельности, во-первых, это одаренность в регионах и спортивная одаренность. В познавательной деятельности, интеллектуальной, например, в области естественных и гуманитарных наук, математических наук, интеллектуальных игр и так далее. В художественно-эстетической деятельности, хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная, музыкальная одаренность. В коммуникативной деятельности лидерская и аттрактивная одаренность. Аттрактивная одаренность – это тоже способность в взаимодействии двух и более людей, которые направлены на согласование, объединение их усилий с целью налаживания отношений, достижения общего какого-то результата. Вот это тоже есть одаренность. В духовно-ценностной деятельности, то есть некий такой аксиологический аспект, это одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. То есть, как вы видите, направления, виды одаренности, они различны. Поэтому существует очень много методик именно на выявление одаренностей. Гениальность ее сразу же видно, безусловно, здесь неоспорима. Вот одаренность порой нам нужно где-то и выявлять, да, и дальше уже развивать. И давайте мы посмотрим, какие существуют виды, формы и так далее, да, одаренности. Степень сформированности одаренности, какой она бывает. Различают актуальную одаренность и потенциальную одаренность. И более подробно давайте рассмотрим. Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с такими наличными уже, то есть существующими, достигнутыми показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормами. Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ребенок – это ребенок, достижение которого отвечает требованию объективной новизны и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом, высоко квалифицированным специалистом в соответствующей области деятельности, как отвечающий в той или иной мере критериям профессионального мастерства и творчества. Ну вот если, например, мы говорим уже о, допустим, я вот сама лично занималась долгое время вопросами лингвистической одаренных детей, да, здесь, конечно же, вот если мы говорим об актуальной одаренности, это создание продукта, а именно написание творческих работ. То есть это уникальное сочинение, рассказы, повести, стихотворения. И таким образом ребенок участвует, безусловно, в конференциях, участвует в читках, художественных читках, то есть когда предлагает на суд соответствующей публике, да, свои написанные работы, идет обсуждение. В дальнейшем он печатается, безусловно, то есть это в разном возрасте у детей бывает. У кого-то это уже в 5 лет бывает, у кого-то 8, у кого-то в более позднем периоде раскрывается одаренность. Поэтому здесь, конечно же, региональные центры поддержки развития одаренных детей должны работать максимально и обязательно проводить специальные диагностики. Поэтому актуальная одаренность, то есть это то, что, в общем-то, можно сказать, ярко выражено, да. И дальше мы с вами отметили следующий аспект, потенциальная одаренность. Что это такое? Это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности. То есть потенциал, потенциал имеет для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин, например, трудным семейным обстоятельствами, недостаточной мотивацией, или, например, может быть, недостаточным вниманием педагога, или недостаточно высоким уровнем педагога, который обучает этого ребенка, да, который работает с ним. Вот, поэтому здесь причин может быть много. То есть есть понятие потенциальная одаренность, которую внимательный педагог должен уметь увидеть, раскрыть и, безусловно, помочь этому ребенку реализовать свои возможности и способности. Вот в этом у нас самая главная задача, как педагогов. Форма проявления одаренности. Явная одаренность и скрытая одаренность. То есть явная одаренность, скрытая одаренность. Здесь о чем мы говорим. Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо, как бы сама по себе, в том числе и при неблагоприятных условиях. Мы с вами знаем из истории вообще гениальных людей, одаренных людей, что многие находились в неблагоприятных условиях, но, тем не менее, мы помним их уже, так скажем, прошли многие годы, но мы помним и знаем об их достижениях, в том числе и при неблагоприятных условиях. И достижение ребенка столь очевидно, что его одаренность не вызывает сомнений. Поэтому специалисту в области детской одаренности с большой степенью вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности при или высоких возможностях ребенка. Он может адекватно оценить зону ближайшего развития и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким перспективным ребенком. Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме. Она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. То есть мы можем не заметить, мы можем не увидеть. И это, конечно же, печально. Его могут отнести к числу неперспективных. Такие случаи мы встречали и в истории, и в практике. И лишить необходимой помощи и поддержки. Хотя известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные» дети, в кавычках, забивались высочайших результатов. Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в особенностях его взаимодействия с окружающими людьми и в ошибках допущено взрослыми при его воспитании и развитии. Безусловно, потому что очень важная роль именно в том, чтобы увидеть эту одаренность и в развитии и поддержке одаренности именно семьи и педагогов социального окружения. Это очень важно. Широта проявления в различных видах деятельности. Следующий аспект, то есть как это реализуется. Общая одаренность и специальная одаренность. Общая одаренность и специальная одаренность. Давайте подробнее рассмотрим, что это такое. Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве психологического ядра общей одаренности выступает результат интеграции умственных способностей, мотивационной сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и другие качества личности. Важнейшие аспекты общей одаренности – это умственная активность и ее саморегуляция. И существует специальная одаренность, которая обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей. Например, если мы с вами обратимся к истории, у нас есть такая выдающаяся личность, как Михаил Васильевич Ломоносов. Здесь можно говорить о его гениальности. Здесь проявляется и общая одаренность, и специальная одаренность. Вот он, понимаете, как уникально одаренный человек. То есть и общая одаренность в различных областях, и специальная одаренность в каких-то конкретных областях. То есть здесь все, вот такой человек уникум. Такие примеры можно приводить, они есть. Далее, следующий момент. Особенности возрастного развития. То есть опять же мы говорим о ранней одаренности и поздней одаренности. Вообще сам период детства, вот у нас сегодня в теме именно так звучит, период детства он тоже рассматривается по-разному, да, учеными. Трактуется по-разному. Вообще само понятие детства. И кто-то определяет его до 18 лет, а кто-то до 22 лет. Поэтому, в общем-то, здесь и вот понятие ранней одаренности, поздней одаренности, но так или иначе с вопросом о детстве тоже связаны. Решающим показателем здесь выступает, конечно же, темп психического развития ребенка. А также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие и раннее обнаружение одарований, то есть это феномен возрастной одаренности, далеко не всегда связаны с высокими достижениями в более старшем возрасте. Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название вундеркинды. То есть мы обычно так их называем в русском языке, да, вундеркинды. Вундеркинд буквально чудесный ребенок. Это ребенок дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности. Математики, поэзии, музыки, рисования, танцы, пения и так далее. То есть какой-то определенной области. Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, то есть двух-трех лет освоение чтения, то есть это им интересно, они сами стремятся к этому, они хотят читать раннее освоение письма, счета, то есть все их увлекает, все им интересно. Они вот хотят, сами хотят писать, хотят считать. Это им доставляет радость, такое эмоциональное удовлетворение. Обладение программой трехлетнего обучения к концу первого класса, то есть они опережают явно своих сверстников, то есть вперед и будут. Выбор сложной деятельности по собственному желанию, то есть у них возникают какие-то идеи, возникают желания. Например, пятилетний ребенок пишет книгу о птицах, собственноручно изготовленными иллюстрациями. Другой ребенок в этом же возрасте, в пятилетнем, составляет собственную энциклопедию по истории. То есть вот так вот у него работает мышление. Так, здесь я вижу вопросы у нас идут пока. Давайте я к ним обращусь. Так, вопросы прочла. Пока они не касаются темы. Хорошо. Дальше идем. И снова я обращаюсь к русскому физиологу, врачу Ивану Петровичу Павлову, известная личность Павлов. Павлов здесь выделяет два типа людей. Два типа людей. Художников и мыслителей. Первые отличаются преобладанием наглядно-образного мышления над словесно-логическим. То есть это преобладание первой сигнальной системы. А вторые имеют преобладание словесно-логического мышления, то есть надобразным. Это преобладание второй сигнальной системы. И у них идущую роль, конечно же, в мышлении играет обобщение понятий. В настоящее время доказано, что эти типы одаренности связаны с функциональной асимметрией больших полушарий головного мозга. У художников превалирует правое полушарие, то есть более одарены в художественном творчестве. А у мыслителей левое полушарие в науке. Они одарены в науке, в научной области, научной деятельности и изобретательстве. То есть они что-то создают. Они могут создавать компьютерные игры. Они могут создавать различных роботов. То есть увлекаться робототехникой в современном мире. Но, как мы уже сказали, есть специальные тесты, кстати, на определение методики, на определение лево-руких, право-руких, лево-полушарных, право-полушарных одаренных детей. И, конечно же, здесь нужно это выявлять и в дальнейшем работать над этим. Дальше идем, коллеги. Да, я сейчас и скажу об этом. Наш вебинар рассчитан не на один час, уважаемые коллеги. Обо всем скажу, конечно же. Известны, конечно же, вот такие проблески будущих способностей. Известные проблески можно увидеть уже очень рано. Но всерьез можно говорить о них не ранее трех-четырех лет. То есть можно увидеть, что ребенок одаренный до трех лет. Он будет иначе развиваться, он будет быстрее развиваться и будет задавать вот такие вот неординарные вопросы. Но здесь существуют сензитивные или, как мы говорим, благоприятные периоды развития способностей. До трех лет это развитие музыкальных способностей. И здесь, если есть генетическая предрасположенность, и если ребенок находится в определенной вот такой среде, да, это прежде всего семья. Здесь, конечно же, если уделяется внимание развитию музыкальных способностей, пению, музыке, то есть должное внимание, конечно, это одаренок дальше будет развиваться и совершенствоваться. И если будут люди, которые направляют себя в этом, да, допустим, слушают то, что ты сочиняешь, где-то что-то подсказывают, корректируют, да, направляют. И, естественно, стимулируют, то ребенок, в общем-то, может создавать уже гениальные произведения свои, писать какие-то вещи, да, музыкальные, создавать их. А с трех-четырех лет и вот до семи лет идет бурное овладение ребенком умственными возможностями. То есть это сензитивные, благоприятные периоды. Здесь мы можем, если мы видим у ребенка склонность к языкам, да, именно способности к языкам, то очень активно можно учить языки, и это доставляет ему удовольствие. Здесь важно просто помочь ему, да, направить. Если я уже сказала, раньше это делала мама, которая владела до 14, знала до 14 языков, и кто-то и больше знал. Это было нормально в те времена в России. Вот, поэтому, конечно, здесь нужна помощь педагогов. То есть мы видим интерес ребенка, он может быть полилингвальной личностью, именно способной к языкам. Да, конечно, мы развиваем именно эту сферу, развиваем языки. Они ему даются легко, даются с интересом. И вот давайте немножечко уже перейдем к методикам. Да, существуют методики. Существующие методики можно разделить на три группы. Для выявления одаренности детей. То есть методик очень много. И вот вначале я называла авторов, и сегодня тоже вас сориентирую. У нас будет как бы специальное пособие, к которому можно будет обратиться. Ну и дальше мы тоже рассмотрим методики. То есть существующие методики для выявления одаренности детей. Это, во-первых, мы выявляем какая-то одаренность и уже создаем условия для развития определенной одаренности. Дальше. Для оценки склонности педагога к работе с одаренными детьми. То есть способен ли педагог работать с одаренным ребенком? Да, или какой это педагог? Есть ли у него такой потенциал? Потому что здесь важно, чтобы с такими детьми работали специалисты, которые могут очень многое дать этому ребенку, которые могут направить этого ребенка, которые помогут ему дальше развиваться. И мы знаем, когда все это правильно складывается в области музыки, в области танца, в области каких-то интеллектуальных достижений. То есть попадает ребенок к такому педагогу, он растет вместе с ним, он направляет его, развивает его. Такие дети попадают в книгу рекордов Диннесса, такие дети создают свои продукты определенные. Такие дети, они, в общем-то, становятся известными во всем мире. И, конечно же, существуют методики для выявления и распознавания способностей у детей-родителями. То есть с родителями тоже должна вестись определенная работа. И есть такие методики, где родители, именно родители, должны себя, во-первых, правильно вести с этим ребенком. И сами родители могут увидеть, одаренный их ребенок, в какой области, и помочь ему дальше развивать эту область. То есть вот методики имеют вот таких три направления. Три направления. И сейчас вот мне бы хотелось на одной методике подробно остановиться. Давайте посмотрим. Называется «Анкета для родителей. Хотите вырастить одаренного ребенка?» Значит, и такие вопросы. Давайте их рассмотрим. Первый вопрос. Я отвечаю на все вопросы ребенка, насколько возможно, терпеливо и честно. То есть эти вопросы задаются родителям. Всего их 18. И дальше вот, то есть как отвечает родитель на эти вопросы? Я отвечаю на все вопросы ребенка, насколько возможно, терпеливо и честно. Второй вопрос. Я не ругаю ребенка за беспорядок в комнате или на столе, если это связано с творческим занятием и работой еще не закончены. То есть посмотрите, да, одаренный ребенок, он что-то творит, он что-то созидает, он что-то создает, да. Где-то, может быть, очень рано начинают увлекаться там химией или, например, изобразительным искусством, да. И здесь важно родителям стимулировать это. Вот понимаете, здесь утверждающие такие реплики. Далее. Третье. Я предоставил ребенку комнату или специальный уголок исключительно для самостоятельных творческих занятий. То есть это важно. Посмотрите, вот они условия создания, стимулирования одаренности, да. То есть есть специальное место, комната, какой-то уголок. Ну, желательно, конечно, замечательно, если целая будет студия какая-то или комната, да. Ну, или хотя бы уголок, где ребенок может самостоятельно творчески заниматься. То есть он может творить. Вот она его лаборатория. Вот его место, где он может самореализовываться. То есть это важно. Я предоставила ребенку это возможность, да. Дальше. Четвертый вопрос. Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его достижения. Вот здесь очень часто, когда ребенок одаренный, он очень тонко чувствует отношения окружающих людей. Не случайно у нас существуют даже фразеологизмы такие в русском языке, как белая ворона. Не случайно он появился, этот фразеологизм. Или гадкий утенок, да, который потом превращается в белого лебедя. Вот здесь вот тоже, когда рядом с нами гений, когда рядом с нами одаренный человек, мы не всегда, наверное, может быть, сугубо нашей... Причин здесь, наверное, разные. Как бы предполагать только можно. Почему-то мы всегда иногда очень осторожно относимся к таким людям. Гении – это очень ранимые люди, одаренные люди очень ранимые. Поэтому, конечно же, здесь и общество где-то, может быть, не совсем правильно оценивает такого ребенка, да. Здесь важно тоже и родителям, конечно, да, не воспитать вот эту вот звезду. И как бы вот, знаете, баланс, баланс. То есть любим таким, какой он есть. Мы любим его как ребенка, а не за его достижения. То есть некий баланс, то есть любви родительской и поддержка его, грамотная поддержка. Вот, чтобы он верил в себя, чтобы он правильно развивался. Но, конечно, он понимает, уже ребенок, скажем, в течение времени начинает понимать, что он не такой, как все. Он не такой, как все. И порой ему очень сложно найти друзей, порой очень сложно найти понимание. И дальше, будучи взрослым, мы вот к таким людям, может быть, не всегда правильно относимся. Идем дальше. Анкета для родителей. Следующие вопросы, которые мы здесь задаем. Я стараюсь показать ребенку интересные места. Но это о чем? Это о чем? То есть мы говорим и о путешествиях, и о наблюдениях за природой. То есть мы бываем в каких-то интересных местах. Это могут быть музеи, это может быть театр. Это могут быть какие-то интересные музыкальные концерты. Это вообще могут быть поездки. То есть все, что интересно, на мой взгляд, и что может быть интересно ребенку. Я стараюсь показать ребенку интересные места. То есть я стараюсь расширить его картину мира. Я стараюсь наполнить его языковую картину мира. Я стараюсь расширить его мировоззрение. Как бы сориентировать его в этом пространстве, чтобы он дальше двигался. Чтобы он дальше развивался. Чтобы он дальше видел, что ему нужно. То есть помогаю, направляю. Вот в этом вопросе у нас это содержится. Дальше. Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми и рад видеть их у себя в доме. То есть это вопрос родителям. То есть чтобы у него были друзья, чтобы он... Мы не забываем о том, что да, хотя он опережает по развитию, у него такие способности, да, он занимается какими-то вещами углубленно, то есть он уже в какой-то мере занимается наукой, он в какой-то мере уже ученый, да, он что-то открывает, но в то же самое время он и ребенок, и мы не должны забывать об этом. То есть детство должно быть полноценным, потому что каждый период своего развития мы должны проживать максимально, максимально полноценно. Поэтому нормально общаться с детьми, это есть. Игры с ними, да, взаимодействие, именно детское взаимодействие, общение с детьми, то есть то, что необходимо ребенку в определенном возрасте, да, вот это важно, то есть мы не забываем о том, что это, да, одаренный ребенок, но это прежде всего ребенок. Далее. Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других детей. Ни в коем случае. Мы никогда никого не сравниваем, потому что это тоже очень пагубно влияет на самооценку, на дальнейшую самооценку ребенка. Как заниженная, так и завышенная самооценка, уважаемые коллеги, это всегда есть плохо. И от самооценку прежде всего формируют родители. Прежде всего формируют родители. Потом, конечно, да, определенная среда, уже то окружение, с которым взаимодействует, коммуницирует ребенок. Но изначально, конечно же, самооценку формируют родители. Поэтому здесь очень важно тонкое поведение, личный пример. Любовь к ребенку, уважение к ребенку, умение слышать ребенка, умение понимать ребенка, умение быть с ним на одной волне, неважно, в каком он возрасте находится. Далее. Я никогда не наказываю ребенка унижением. Вот здесь вопрос наказания. Наказание, конечно, если ребенок изначально правильно воспитывается, есть определенный пример, да, то, конечно, мы должны говорить об этом. То есть ни в коем случае никаких физических наказаний, ни в коем случае и моральных наказаний. Мы должны говорить с ним. Мы должны рефлексировать, мы должны анализировать и вместе приходить к тому, что есть хорошо, а что есть плохо. И как нужно поступить. Когда изначально, ну мы сами многие являемся родителями, и мы являемся и воспитателями, и педагогами. То есть у нас многофункциональность такая. Когда ты, допустим, я тоже являюсь мамой, да, когда ты являешься родителем, мамой, ставишь такую себе планку, что я хочу быть другом своему ребенку, и к этому стремишься, у тебя это обязательно получится. И тогда, в общем-то, речи о наказаниях даже быть не может, потому что вы будете уже понимать друг друга. Главное, правильно изначально расставить приоритеты, расставить вот эти вот цели и задачи. То есть как я хочу в дальнейшем выстраивать отношения со своим ребенком. И с этого мы начинаем с рождения. То есть взаимопонимание, взаимопонимание. Я хочу, чтобы мой ребенок был моим другом, и к этому уйду. И это обязательно получится. Дальше. Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно. Вот это очень важно. То есть мыслить самостоятельно. А как бы ты поступил? А как ты думаешь? А какое решение примешь ты? То есть не я решаю, не я готовое решение даю какой-то проблемы, а показываю, да, учу мыслить самостоятельно. Мы вместе рассуждаем, мы вместе размышляем. Конечно, это требует от взрослого человека терпения, правильных вопросов, да, вот такого вот внимания к ребенку. И тогда, конечно, ребенок мыслит самостоятельно. А когда он мыслит самостоятельно, он приходит к определенным открытиям. Конечно, это развивает подаренность, которая в нем заложена. Далее. Я приучаю ребенка к чтению с детства. Ну вот слово «приучаю» здесь, наверное, нужно о чем говорить. Каким образом я приучаю? Если я с рождения сама читаю ребенку выразительно, красиво, показываю образцы вот этой вот русской речи или включаю хорошие, качественные аудиокниги, таким образом, да, приобщаю ребенка к слову, к красивому русскому слову, то есть читаю что-то полезное. Это могут быть какие-то энциклопедии, какие-то развивающие вещи. Это может быть художественная литература, это может быть поэзия, но все, что развивает. То есть я сама читаю, может быть, семейное чтение. Если это есть в семье, то, конечно, ребенок проявит интерес к чтению. Он будет слушать сначала, потом, возможно, сам захочет что-то почитать. Вот. И я уверена, что он будет читать, потому что, ну, как бы я сама являюсь мамой и, в общем-то, тоже воспитываю детей, уже, наверное, воспитала все-таки. Вот. И здесь личный пример всегда, это есть, вот, проявление интереса, да, к чтению. Я помню, вот, тоже, когда дети были маленькими, я писала диссертацию, а им было два года, вот, я тоже писала, где-то их посажу, они что-то пишут, ну, небольшое логическое отступление. И вот они в два-три года всегда говорили, я спрашивала, что вы делаете? Мы пишем диссертацию. То есть вот я писала диссертацию, и они тоже это делают. То есть вот этот момент подражания, заинтересованности со стороны родителей, детей, и, в общем-то, это обязательно. Дальше. Я пробуждаю, кстати, вот, еще по поводу чтения. Если ребенок одаренный, мы читаем какие-то вещи из определенной области, которая его интересует, таким образом, чтобы показать, что есть там в области математики, химии, может быть, биологии. Ему это будет интересно. Дальше он какие-то опыты будет проводить. Мы это увидим, какие-то инструменты уже ему купим для того, чтобы он дальше наблюдал, созерцал, ухаживал за животным, там что-то выявлял, экспериментировал. Это все ему придет в голову обязательно. Я пробуждаю фантазию и воображение ребенка. Ну, здесь нам что помогает? Конечно, фантазия и воображение – это мышление, ассоциативное мышление, это различные, безусловно, игры, это, конечно же, сказки. То есть все, что развивает фантазию и воображение ребенка. Или дальше. Я нахожу время, чтобы каждый день побыть с ребенком наедине. Мы с вами знаем, что вот такие вот тактильные общения, тактильные общения, но сто раз обязательно нужно ребенка обнять, погладить в течение дня. Это каждый день. Женщине 50 раз достаточно. Вот, конечно, каждый день. И вот мы думаем, что порой родители думают, что когда, да, ладно, это я завтра возмещу. Нет, каждый день нужно побыть с ребенком наедине, послушать его, поговорить с ним. Это очень важно для него, потому что каждый день ценен, а он уходит этот день. И потом это все уже не вернуть. Поэтому родители должны очень тонко чувствовать своих детей, особенно одаренных детей, потому что они другие. Они другие. Далее. Следующий вопрос для родителей. Я никогда не ругаю ребенка за неумение и ошибки. То есть он и, наверное, не должен все уметь, и он должен ошибаться. Такова природа ребенка. То есть он не умеет, мы должны научить. Он где-то ошибается. Это нормально, потому что он учится, он развивается, и на это у него дана вся жизнь. То есть я не ругаю. Где-то что-то не получилось, ничего страшного, оно получится в следующий раз. Обязательно, да, направили, подсказали, поддержали. Я побуждаю ребенка учиться решить проблемы самостоятельно. То есть ты можешь все сделать сам. Да, я рядом, да, я, если что, помогу, но ты можешь решить все проблемы самостоятельно. Подумай как, да, где-то мы подскажем немножечко как, ну, все это делать сам. То есть таким образом мы развиваем самостоятельность. Я помогаю ребенку быть личностью. То есть мы рождаемся индивидом, становимся личностью, или, как мы говорим, уже языковой личностью. Помогаю ребенку быть личностью. То есть уважать себя, ценить себя, развиваться, да, и я рядом, я направляю. Я никогда не отмахиваюсь от неудач ребенка, говоря, я это тоже не умею. Это очень плохо, да, если мы так говорим. Далее. Я поощряю в ребенке максимальную независимость от взрослых. То есть посмотрите, какая формулировка. Я верю в здравый смысл ребенка и доверяю ему. Доверие. Вот такие 18 вопросов к родителям. Это одна из методик. И посмотрите. То есть вот мы задаем эти вопросы родителям. И далее. Если вы согласны с 20% этих советов, то есть мы ответили да, 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 то вам необходимо срочно подумать над остальными. Если советы устраивают вас и соответствуют вашей программе воспитания на 50%, у вас все должно получиться. У вас есть на это шанс. То есть мы можем воспитать одаренного ребенка. Если вы выполняете эти советы на 90%, дайте больше свободы ребенку и себе. Данная анкета разработана Дэвидом Льюисом, британским психологом, обобщившим опыт семьи, где имеются одаренные дети. И, уважаемые коллеги, мне хочется вам порекомендовать такое пособие. Оно есть в открытом доступе. Можно к нему обратиться. Но здесь очень много методик, которые адресованы и на выявление одаренности. Мы к этому еще вернемся. В мае планирую вебинар, который посвящен будет именно методикам, условиям развития, именно поведению родителей в семье и окружению и работе педагога. Именно вот такая будет направленность. Мы продолжим разговор на эту тему. Так вот, здесь очень много методик, которые тоже будут полезны. Можете заглянуть, посмотреть. Но они касаются в большей степени, конечно, младших школьников. Вот, посмотрите. То есть, одаренные дети, сборник методик по выявлению способностей и одаренности детей. Очень интересная, очень подоступная и многое можно использовать в своей работе. Так, ну вот такой вот некий экскурс. Вопросы одаренности у нас сегодня с вами был. И таким образом, как бы мы разобрались с понятием одаренность, да, гениальность. Посмотрели на виды одаренности, на этот взгляд в научной литературе и рассмотрели одну из методик. Дальше наш разговор будет продолжен. Пожалуйста, коллеги, если остались вопросы, задавайте. Я на них с удовольствием отвечу. И я вас благодарю за внимание. Встретимся в мае и продолжим наш с вами мультилог. Всем спасибо. Хороших праздников. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok